Народ, а много ли вы знаете о животных? Я тут озадачился этим вопросом и решил подготовить для вас факты о братьях наших меньших. Ну а с вами, как всегда, Орлов Павел и мы начинаем! Друзья, а вы знали, что крокодилы едят камни? Желудок крокодила – каменное место по нескольким причинам. Для начала, через его пищеварительную систему проходит все – от черепах, рыб и птиц, до жирафов, буйволов, львов и даже других крокодилов, а также камни. Крокодил глотает их, и они остаются у него в желудке. Предполагается для балласта во время ныряния. У кита молоко 50% жирности. Заботиться о малыше – непростая задача для кита, чей детеныш достигает одной третьей длины матери. Ее молоко имеет 50% жирность, что примерно в 10 раз больше, чем человеческое. Это позволяет детеныш быстро набирать вес. Почему у собак холодный и мокрый нос? Кончик собачьего носа постоянно влажный и поэтому относительно холодный, так как его покрывает слизь, которая выделяет желез у носа. Влажный нос позволяет собаке засекать наличие даже самых слабых движений воздуха и их направления. Кроме того, слой жидкости на носу работает как газожидкостный хроматограф. Молекулы, попадающие в них летучих веществ, движутся с разной скоростью, что позволяет отделить их друг от друга. Поэтому собака лучше различает запахи. Так работают все носы. Но мокрый нос использует не только внутреннюю поверхность, но и часть наружной, и это увеличивает его разрешающую способность. Какая максимальная высота полета птицы? 11 280 метров. Максимально зафиксированная высота полета птицы. Этот рекорд принадлежит африканскому сипу, обитающему к югу от Сахары. Откуда взялось название «Колорадский жук»? Своё народное название жук получил в 1859 году, после того, как опустошил картофельные поля в американском штате Колорадо. Но настоящей его родиной является Сонорская зоогеографическая подобность на северо-востоке Мексики. Почему же голубой кит не может проглотить предмет больше, чем грейпфрутов? Всё дело в размере его глотки. Глотка голубого кита по своему диаметру не превышает его пупок. Заболюция. И чуть меньше его барабанной перепонки, примерно с маленькую тарелку. Хотя, за исключением глотки, всё остальное у голубого кита очень большое. Его длина составляет около 32 метров. Таким образом, он в три раза больше самого крупного из хищных динозавров, а весит как 2700 человек вместе взятых. Один язык голубого кита весит больше, чем слон. Сердце у него размером с семейный автомобиль, а желудок может вместить в себя более тонны разнообразной еды. Кто бы мог подумать, что некоторые рыбы могут менять свои половые органы? Существует столько странных наземных животных, что легко забыть о том, что действительно необычно происходит под водой. Странная практика гермафродитизма более распространена среди рыб, чем среди любых других групп позвоночных. Некоторые рыбы меняют пол из-за гормонального цикла или изменения окружающей среды. Другие одновременно обладают и мужскими, и женскими половыми органами. А вот, например, слепыш на самом деле не слепой. Со своими слабыми глазами и подземным образом жизни африканские слепыши считались грызунами, которые почти не видят света и используют свои глаза для обнаружения изменений в воздушных потоках. Но последующие исследования показали, что слепыши все же обладают некоторым зрением. Появление света может свидетельствовать о том, что в туннель забрался хищник, поэтому эти землекопы и обладают зрением. У жирафов, например, уникальный кровоток. Жираф, чья голова находится на высоте 4 метров от земли, использует свою длинную шею, чтобы побороться за листву с другими травоядными. Но при таком росте возникают некоторые трудности. Сердце должно качать кровь в два раза сильнее, чем у коровы, чтобы кровь достигла мозга. А сложная система сосудов должна препятствовать току крови голове, если она опускается вниз. Как оказывается, слоны разумны. У слонов самый большой мозг. Используют ли они свое серое вещество во всю мощь? Сложно измерить интеллект у человека или животного, но коэффициент энцефализации у слона 1,88, у человека 7,33, у шимпанзе 2,45, а у свиньи 0,27. Интеллект и память идут рука об руку, предполагая, что память у слона достаточно хорошая. Еще один интересный факт. Попугаи могут понимать. Речь попугаи обычно воспринимается, как бессмысленное чириканье пернатого диктофона. Но исследования, проведенные за последние 30 лет, показывают, что попугаи способны на большее, чем просто подражание. Наш пернатый друг может решать некоторые лингвистические задачи на уровне 6-летнего ребенка. Попугаи понимают, значения одинаковые и разные, большой и маленький, а также числа. К тому же, они могут разнообразно сочетать слова и фразы. У некоторых животных дни длиннее. Например, у бобров это зимние дни. Бобры становятся практически затворниками во время зимы, живя за счет заготовленной еды или жира в своих хвостах. Они сохраняют энергию, избегая холода, оставая в своих норах. В результате у этих грызунов нет светового ориентира. Биологические часы бобра сдвигаются, и в сутках для них появляется еще 5 часов. Интересный факт. Птицы умеют использовать ориентиры. Вы можете представить себе путешествие без шумных толп, упрямых водителей или карты. Конечно нет, вы же не птица. Голуби без проблем могут пролететь тысячи километров в прежнее место гнездования. Некоторые виды птицы используют встроенный ферромагнесик для ориентировки. В ноябре 2006 года вышла статья, предполагающая, что голуби также используют знакомые ориентиры на земле, что позволяет им находить дорогу домой. Друзья, ну как вам такая подборочка? Если будет много лайкусиков, я буду продолжать рубрику факты. Ну а с вами был, как всегда, Орлов Павел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну что, ребята, всем пока-давай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok